Оазис красоты среди городских джунглей не фантастика, а реальность, сделанная своими руками. В Ленинском районе города Кирова проходит традиционный смотр-конкурс «Отличный двор». Жюри уже оценил работы одного из конкурсантов «Двор дома на Некрасово-40». Подробности в репортаже Ивана Швецова. Чтобы попасть в мир сказочных героев, ярких цветов и красок, совсем не нужно ехать за третий вид земель. Достаточно свернуть с пыльной городской дороги во двор многоэтажки на Некрасово. Здесь любят гулять с детьми жители соседних домов, где во дворе ничего, кроме сорняков, не растет. А тут у каждой клумбы праздник для глаз. Можно подолгу разглядывать цветы и фигурки, сделанные из пластиковых бутылок, автомобильных покрышек и дерева. Нам все понравилось здесь, вообще великолепно. А вот соседние дворы, смотрите, вот ужас, ужас там. Машины вязгут. А здесь все прекрасно. Мы специально отходим посмотреть с детьми сюда. И я замечаю, что многие вот так приходят просто посмотреть на этот изыск. И лещин понравился. Гуси. Петушок. Дракон. И котик. Вся эта красота создана усилиями небольшой инициативной группы жителей. Главная затейница и идейный вдохновитель проекта благоустройства Валентина Кузина. Она каждый день находит что-то, что нужно поменять, исправить и дополнить в художественных композициях под окнами. Ну, началось все это не из вчера. Мы уже 4 года озеленяем наш двор. Решили, знаете, здесь кругом стояли машины. Все было заезжено, грязь. И вот нам надоело. Мы вышли во двор и начали созеленение. А потом уже захотелось сделать больше, 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 больше. Остановиться и в самом деле трудно. Работа над украшением двора велась сначала на голом энтузиазме. И эти первые шаги не остались незамеченными. Администрация Ленинского района всегда старается поддерживать тех, кто своими руками украшает и благоустраивает придомовую территорию. И в прошлом году местные активисты стали победителем конкурса «Отличный двор». На выигранные деньги поставили ограждение вокруг каждой клумбы. Надеются на победу и в этом году. У нас только кустарников, 8 видов во дворе посажено. Газоны начали исправлять потихонечку. Вот так, каждое лето, что-нибудь прибавляется, прибавляется у нас. То есть, что-то сделаю во дворе, это самое, у меня как-то на душе хорошо. Я посажу или пропалю, что-то полью. Конкурс «Отличный двор» проходит уже пятый год. В рамках муниципальной целевой программы «Содействие местному самоуправлению». В этом году заявки на участие в конкурсе подали 9 дворовых территорий. Оценивается не только красота и чистота, но и умение продуктивно взаимодействовать с управляющей компанией. Большая радость от того, что у нас есть жители, которые хотят сделать собственный двор, то место, где они живут, очень благоустроенным и красивым. Муниципальная программа выделяется 90 тысяч рублей, которые мы распределим среди победителей. Будем предлагать на эти деньги, на сумму этого гранта, либо благоустроить территорию, либо деньгами, либо качели, карусели. Мы можем предложить, например, если этот двор победит в этом конкурсе, то вот видите, все красиво, и кот ученый красиво. А стена не очень ухоженная, поэтому может быть, если они победят в этом конкурсе, предложим им эту стену раскрасить красивым граффити. Местным активистам хочется, чтобы во дворе появилась и новая детская площадка. Одной качели, горки и песочницы явно не хватает. Мечтают и облагородить территорию в самом начале дома. До туда пока не дошли руки, поскольку объем работы большой. Но здесь тяжелого труда не боятся и знают, что администрация района обязательно поможет осуществить мечты. Иван Швецов, Владимир Подлевских, Вести, Киров. Продолжение следует...